Содержимое коробки очень напоминает набор для прикладного творчества. Листы белого и цветного картона, большая упаковка пластилина, гуаши и прочие принадлежности. Все это дети села Садово вместе со своим наставником, заведующей библиотекой Анной Исаевой, будут использовать для создания мультипликационных фильмов. Студийное оборудование, ноутбук, камеру, хромакей и световой планшет уже собрали. Кладется просто основная фигура. А сверху, видите, сверху стекло еще есть. Вот туда уже сверху у нас детали, руки, ножки, лицо, если мимика, меняется, чтобы человечек разговаривал или животное. Снимать каждое движение персонажей будет камера автоматически. Монтировать мультфильм будут дети на ноутбуке. Сюжет для первого цикла из четырех роликов уже придумали. Их посвятят истории Садового. Персонажи будут выполнены из бумаги, хотя технику можно использовать любую. Рисовать мультики красками, песком, лепить из пластилина. Подобные студии мы знаем, что есть по России, но в Амурской области таких студий нет. Изначально мы хотели создать без оборудования мультфильмы, заинтересовать детей. Но когда мы узнали, что есть еще такой опыт, мы посещали много онлайн-семинаров, обучались. И такой опыт появился. Есть в Хабаровском крае, есть в Москве. А теперь и в Благовещенске, благодаря муниципальному гранту. На покупку мультстудии библиотека Садового получила из городского бюджета 132 тысячи рублей. На занятия уже записались 12 человек. Есть еще 8 свободных мест. Созданием мультиков детвора займется сразу же после снятия всех ограничений, связанных с эпидситуацией. Лена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова